Здравствуйте, друзья! С вами Вула, на ваших экранах The Crew 2, и в этом видео я хочу поговорить с вами о том, какие же изменения произошли в игре за последний, ну, практически год. Вот, немножко не хватает до релиза, но, по крайней мере, совсем недавно вышло последнее обновление этого года, и мы уже смело можем судить, что же изменилось в этой игре. Сразу хочу напомнить, я забил на Crew 2 еще, наверное, с зимы, когда ввели PvP, я очень сильно разочаровался в игре, хотя я как никто другой топил за нее, просто вот я был всеми руками и ногами за нее. Я пытался ее оправдывать как мог, говорить, что у нее есть потенциал, а у нее есть потенциал даже сейчас, но, к сожалению, его не реализовывают. И в этом видео мы поговорим с вами более подробно обо всей этой ситуации. Начнем, давайте, немножко с хороших новостей, с чего-то более такого позитивного, а потом уже перейдем к совсем ужасным вещам. И первое это то, что, наконец-таки, добавили GPS, которого не было с самого начала, и, насколько я помню, даже не было во время зимнего обновления, когда ввели PvP. То есть, GPS не было во время гонки, и приходилось немножко так страдать косоглазием, смотреть одним глазом на карту, другим глазом на трассу. И в итоге нередко либо вылетали с трассы, либо еще много чего необычного случалось. Это хорошее, язык не поворачивается, называть нововведение, потому что это было в первой части, во второй это почему-то убрали в начале, теперь решили опять добавить. Ну, благо, хотя бы они сделали это. Хоть что-то они сделали. Вторым плюсом я могу отметить такую, казалось бы, банальную вещь, как открывание главного меню через клавишу Escape. Поясню для тех, кто не в курсе, потому что на старте игры клавиша Escape не отвечала за вызов, скажем так, главного меню игры. За этот функционал отвечала клавиша F10. Очень странное решение было, ну, так сказать, назначить именно открывание меню на эту клавишу, и более того, переставить ее никак было нельзя. У меня почему-то складывается впечатление, что в Ivory Tower проходил какой-то приблизительно вот такой вот диалог. Итак, господа, сегодня на повестке дня сложный вопрос. Нам нужно назначить клавишу вызова главного меню игры. Какие будут предложения? Не, ну можно использовать Backspace. Не-не-не-не-не, знаете, давайте будем использовать F10. Это достаточно необычно. А может, все-таки по дефолту оставим на Escape, как в обычных играх? Ну ведь реально, ребята, вызов меню игры через клавишу F10, это очень странное решение. Не находите? Следующим плюсом, который хочется отметить, это добавление нового транспорта. Да, его добавляет немного, но он как бы есть, и это нормально. То есть, его добавляет постепенно, да, разработчики получают лицензии на те или иные автомобили. На какие-то, конечно, которые хотелось бы, не получают, но все равно они добавляют, насколько я знаю. То есть, ну вот, в Bugatti, к примеру, тут в последнем обновлении добавили Diva. Когда-то там были, добавили Charon зимой. Что-то тут в Audi, наверное. По-моему, Купы не было. По-моему, не было вот этого RS3. Что там еще, может быть, добавили? Ну, я на самом деле не знаю, ребят, потому что я давно не следил за игрой, и я не знаю, какие машины тут выходили. Но, по крайней мере, машины добавляются. Это, ну, плюс какой-никакой. То есть, есть разнообразие. Да, может быть, хотелось бы побольше, но в любом случае они есть. Есть на чем покататься. И от аркада здесь не особо нужно какое-то огромное количество машин. Все равно есть какие-то имбы. А чисто просто для души, ну, всего хватает. Как бы не сказать, что это прямо офигеть какое изменение, но игру поддерживают, так что новые машины это тоже какая-то радость. Хотя нет, лучше сказать не машина, а именно техника. Потому что добавляет же не только автомобили, добавляет там и мотоциклы, и самолеты, и лодки. Все это добавляет, и это приносит разнообразие. Следующим плюсом можно отметить небольшие изменения в модификациях автомобилей. А точнее, так называемой перекалибровки. Теперь любые детали можно перекалибровывать. Для этого достаточно выбрать деталь, нажать F9. И тут за небольшое количество денежек и плюс детали, так называемые, которые вы просто получаете, разбирая другие ненужные вам детали. Вы просто берете, выбираете нужный вам талант, который вы хотите перекалибровать. Нажимаете Enter, зажимаете. И, пожалуйста, вот пытаетесь выбить какую-то другую характеристику. Или ту же характеристику, вот, к примеру, как экстронасос. Сейчас у меня, допустим, 8,3%, а экстронасос выпал на 5%, то есть меньше. Я могу оставить тот же самый и перекалибровывать дальше. То есть калибровать, калибровать, калибровать до тех пор, пока мне не выпадет что-то лучше. Ну, или не выпадет лучше, но вопрос все упирается в количество денег. Потому что, как только вы сохраняете, каждая последующая, так сказать, рекалибровка стоит дороже денег. То есть это все опять уходит в гринд. Это не проблема, это нормальная практика, потому что игра, ну, скажем так, немного ММО. Ну, как сказать, ну, вы понимаете, немножко так ролевая игра. И на всех этих деталях выбивание этих модификаций достаточно долгое занятие. Но, если бы вы не перекалибровывали их, а выбивали в гонках, это бы заняло у вас еще больше времени. А так, это, скажем так, наоборот, уменьшает гринд. Как бы странно это ни звучало, это гринд, и при этом этот гринд уменьшает гринд. Другой гринд, который гринд-гонок идет, в общем, гринд, я сказал уже очень много раз, масло масляное. Вы поняли, это плюс, то что ввели перекалибровку. Не надо долго париться, кататься на одних и тех же миссиях. Особенно это касается дрифта, где вам надо выбивать разнообразные моды на увеличение икса. То есть, ну, для того, чтобы больше получать очков. Теперь вы можете просто повыбивать модов, выкидывать их, поразбирать и просто перекалибровать на нужные вам моды. Великолепное нововведение, я считаю, это большой прогресс. Следующим плюсом я отмечу введение так называемых новых режимов. То есть, в оффроуде нам добавили были ховеркрафты, на которых я практически не катался. Вполне возможно, они как-то хороши, может быть, кому-то зайдут. Добавили, были еще дерби, в одном, по-моему, из первых обновлений я еще тогда играл. Или во втором это добавили дерби, а в первом ховеркрафты. В общем, не важно. Добавили дерби, это тоже интересный режим, это тоже все классно. В пвп это играть очень весело. Но, опять же, это все вкусовщина, это все каждому зайдет, каждому не зайдет. Как видите, даже у меня некоторые режимы практически полностью неигранные. Допустим, те же ховеркрафты, я, наверное, зашел поиграл всего один раз, мне не понравилось, я больше не играл. Те же лодки самые, я там один раз зашел, поиграл, все, мне не понравилось, я больше не схожу туда. Но самое главное, что есть разнообразие, они типа это вводят. И, в принципе, этого достаточно для плюса. И вот тут, касательно изменений за 10 месяцев, из плюсов я больше ничего не вижу на самом деле. И теперь, когда я до записи проворачивал у себя в голове все вот эти минусы, я понимал, что эти плюсы, ну, вообще ничто по сравнению с тем, что, ну, творится с игрой на данный момент. Так как я закончил плюсом на миссиях, то и минус я начну тоже с миссий, так называемых гонок. Потому что здесь их, ну, практически не изменилось. То есть, да, добавили большое количество миссий в стритрейсинг. То есть, ну, как сказать большое, за 10 месяцев существования игры добавили, наверное, ну, приблизительно в 2 раза больше гонок, чем было до этого. Это неплохо, согласен. Тут вот молодцы ребята, хорошо сделали. Но вопрос, а что с остальными? Почему в остальные миссии не добавлять столько же, такое огромное количество гонок, чтобы было разнообразие? В дрифте добавили одну трассу. В дрэгрейсинге тоже, наверное, там одну или две добавили. В гиперкарах добавили там 3 или 4 гонки. То есть, сколько тут? Давайте посчитаем. Вот раз, два, три, четыре, пять, шесть. А было всего раз, два, три, четыре, пять, пять гонок. То есть, вообще ни о чем. То есть, разнообразия никакого. Это очень мало для игры про автомобили. При том, что у разработчиков огромная карта. Просто гигантская карта. Делай не хочу. Просто вот направо и налево. Крути, верти, как хочешь. А для других режимов вообще все печально. У некоторых там вообще там всего лишь там вот взять там тоже 6-7 гонок. И больше ничего сделать нельзя. Допустим, вот мне вот чисто интересно. Они что-нибудь добавили для альфа гран-при. Потому что в гран-при, насколько я помню, было там всего две миссии. Две трассы. Вот первая вот эта вот и вот эта была. Нет, три было. Вот и тут добавили. Ну, да, немножко добавили. Сделали там на четыре больше. Но факт в том, что это мало. Это очень мало. В Air Race, как я понял, вообще ничего не добавили. Ну, наверное, и режим не особо популярный. В Турингах добавили несколько миссий тоже. Но все равно это все очень мало. То есть это, сами понимаете, проходится просто элементарно. И более того, я уверен, если посчитать, новых миссий наберется, ну, дай бог, если 50. Потому что, наверное, большая половина, наверное, миссий где-то 20-30 будут занимать как раз-таки стрит-рейсинг. Все остальное, скорее всего, это будет чисто вот в остальных режимах. То есть разнообразие в трассах как было мало, так и осталось. И это очень печально, потому что игра по факту про гонки. Да, тут есть разнообразные, так сказать, транспортные средства, разнообразные фестивали, в которых вы участвуете. Но хотелось бы для каждого фестиваля огромное количество гонок. Не только для стрит-рейсинга. Я, конечно, понимаю, что это, типа, самый популярный. Но кто-то любит гиперкаров, кто-то любит дрэкт, дрифт. То просто можно банально делать огромное количество трасс, потому что рисовать разработчикам ничего не нужно. Карта уже готовая. Единственное, что нужно сделать, это проставить эти столбики, которые показывают, в какую сторону поворачивать нужно. Все. Посадите там одного-двух человек. И я уверен, эти ребята будут клепать по одной или две карты в день. Ну, ладно, хотя бы по одной карте в два дня. Я уверен, за 10 месяцев можно было бы наклепать далеко не 50 карт. Далеко не 50. Но теперь, я уверен, некоторые скажут, что ты что не забывай, в этом обновлении в последнем добавили так называемые саммиты. Это вот эти вот так называемые... Я больше назову их еженедельный челлендж. То есть вам дают 9, по-моему, разнообразных миссий. То есть из них 6 обычных событий и 3 задания на умение. Казалось бы, вот разнообразие с наградами. То есть казалось бы, вот разнообразие с рейтингом, там, с сражениями против друзей. То есть, ну, не сражения, а так называемая таблица, список лидеров. То есть вот, бить рекорды и так далее, получать награды каждую неделю. Потому что, ну, там награды какие-то, допустим, хорошие. Где там, вот, допустим, вот в первом сезоне там... Точнее, не в первом сезоне, а вот в первом саммите там дают за попадание в платину так называемые шины вот эти новые неоновые. О них мы, кстати, потом поговорим. Славу, которая... То есть фанатов эти, которые там нафиг не нужны. Дым в форме звезды. Ну, это мы потом тоже поговорим об этом всем. В общем, вы понимаете, мы получаем вот все вот эти вот награды за попадание в платину, в золото или в какую-то другую лигу. Но никто не учитывает то, что все это проходится не неделю. Это неделю вам дают просто для того, чтобы остаться в платине. А все вот это проходится меньше, чем за полчаса. Но ладно, если бы это действительно было каким-то челленджем, так называемым скилл тестом, с какими-то ограничениями. Я понимаю, что там написано, что типа вот там, допустим, в одних миссиях ограничений нет, в других надо играть на определенные техники. Но я не про это. У саммита есть несколько серьезных минусов. Во-первых, в саммитах можно участвовать с друзьями. Соответственно, это на разнообразных гоночных событиях, то есть на стритрейсинге или там ралли рейд и так далее. Вы можете получить гораздо больше очков просто потому, что вы катаете с кем-то в команде, а соответственно у вас работает с липстрим. И вы получаете гораздо больше очков просто потому, что ставите лучшие рекорды. Второй минус это то, что вас заставляют играть на тех режимах, на которых вы, допустим, никогда не играли. Как, допустим, я. Вот у меня 39 тысяч очков на лодках, на которых я не ездил вообще. И я, в принципе, не смогу получить больше просто потому, что моя лодка больше не тянет. С одной стороны, можно сказать, что ну, это тебя заставляет играть на этой технике. А с другой стороны, а я не хочу на ней играть. И соответственно тогда в чем скилл тест, так называемый, в чем челлендж, какой мне смысл сражаться с какими-то другими игроками, у которых просто банально прокачана какая-то техника. Я в других режимах могу посоревноваться. Но вот в этом режиме у меня просто нет шансов, потому что у меня даже техники такой нет прокачанной. В моем понимании, саммит, как я и сказал, должен был быть более скиллозависимым, так сказать, скилл тестом, чтобы это был реально челлендж. Чтобы каждое событие давались определенные условия. То есть давалась машина всем, просто всем давалась одна и та же машина с одной и той же прокачкой. И каждый набирал бы очки по максимуму в зависимости от его скилла. В таком событии мог бы участвовать и новичок, и профи, и задрот, и вообще кто угодно. Просто потому что всем бы давалась одинаковая машина с одинаковыми характеристиками. И при этом отменить игру в группе. Чтобы эти саммиты были только единоличными. Вот тогда это реально был бы челлендж. И реально имел смысл бы бороться за платину, за награды. А в такой ситуации получается, что какие-то люди просто из-за того, что они в принципе не могут набрать нужное количество очков. Из-за отсутствия техники. Или из-за того, что другие игроки играют в дуо там или втроем. И они просто с липстримом нагоняют себя до максимальных скоростей. И обычные игроки просто не смогут набрать платину. И я допустим, мне вот там немножко очков не хватает, 247, мне там перепройти пару миссий и все. Я в принципе в платине. Просто, ну, неприлично себя хвалить. Ну, допустим, я скилловый. То есть мне это легко. Но другим игрокам достаточно сложно будет влететь в платину, при этом не имея нужной техники. И они будут довольствоваться какими-то нищенскими наградами. Которые в принципе они не смогут получить. Просто потому что им не дали возможности. Так что хоть и сами-то и вроде как интересное нововведение, но реализовано из рук вон плохо. Следующим минусом я отмечу ПВП. А точнее минус в том, что оно не изменилось. Ровным счетом никак. Как и на момент введения его в игру, оно было отвратительным, оно было неправильно реализованным. Так и сейчас оно таким же до сих пор и осталось. Ничего не поменялось. Оно такое же ужасное. По нескольким причинам. Как минимум. Во-первых, у вас всегда доступны два лобби, так называемых. То есть это стритрейтинг. Он всегда есть, он никуда не девается. И второе лобби, которое меняется. То есть допустим один день это какие-то смешанные режимы. То есть там собранный дрифт, дрэк. Там немного ралли-кросса. Еще там ралли-рейда. Еще там что-нибудь накидали. Следующий день там допустим только дерби. Или какая-нибудь там только другая ерунда. Таким образом получается вы не можете поиграть в какой-то допустим свой любимый режим. К примеру я обожаю дрифт. И я могу поиграть в него только сегодня. Потому что вчера его не было. И только одну карту. Потому что здесь есть только одна карта для дрифта. Опять же здесь три карты для стритрейсинга со столкновениями. Парочка карт для гиперкаров. И пошла. То есть сборная солянка как я и сказал. А вот в стритрейсинге. Там где огромное количество трасс для стритрейсинга. Здесь есть еще для гиперкаров по-моему несколько миссий. Да, здесь еще вот три миссии для гиперкаров. Но здесь отключены столкновения. Полностью отключены столкновения. И это самое ужасное что только может быть. И кроме того список трасс здесь не весь. Многих трасс здесь нет вообще. Как вы помните в гиперкарах там было в самом начале трасс 6. Потом 7 еще добавили. В пвп у нас только 3. Только 3. И это печаль. Это реально ужасно. По сравнению с первой частью Крю 2 в плане пвп уступает просто вот по всем фронтам. Опять же остаются такие же самые проблемы с сетевым подключением. Потому что никаких серверов нету. Все вы подключаетесь к какому-то человеку. Соответственно он вылетел. У вас игра паузится. Он там вылетает к примеру. Вам меняет хоста. В это время стоите ждете. Потом едете дальше. И как я сказал портит впечатление от игры то что. Я не могу поиграть в те режимы. Или в те трассы которые хочу. В первой части было реализовано просто. Ну не скажем не идеально. Но по крайней мере достаточно добротно. То есть вы заходите в лобби. Там уже не важно смешанные режимы. Там и вот как здесь не смешанные. Просто одно лобби. Выбираете трассу которую хотите. Так же самое делают противники. И вам рандомный из этих выбранных трасс выбирает какую-то одну. То есть по факту вам дают шанс покататься на той трассе которую вы хотите. Но все зависит от рандома. Во второй же части вам не дают ровно счетом ни хрена. Вам просто дают вот. Вот либо катайся на этом. Либо иди в пве. Нечего тебе тут делать. Не хочешь кататься? Ну не катайся. Ради бога. Так что пвп я считаю претерпело изменения. Ровным счетом никаких. Следующий минус касается деталей. А именно их разламывание так называемого. За которое вы будете получать так называемые новые детали. Ну и просто освобождать свой инвентарь. И как это было тогда еще когда я играл. Так и до сих пор это осталось. Вы разбираете по одной детали. Падла. Разбирайся. Давай. Быстрее. Ну же. Мне. Еще. Целую гору этих деталей надо разобрать. Ну блин. Ёлки палки. Это так долго. Неужели нельзя было просто сделать какой-нибудь простой интерфейс. Где можно все выбрать и разобрать сразу же. Зачем так мудрить? Или они так искусственно увеличивают длительность игры? Ну и последнее что я считаю на данный момент не самым удачным ходом. Это введение так называемых атрибутов. Сейчас вы поймете о чем я говорю. Это разнообразные детали. То есть новые шины. Новый дым цветной. И казалось бы это нормально. То есть есть разноцветные шины в реальности. Допустим ну всякие снеоновые шины. То тоже можно сделать. Разноцветный дым тоже есть. Конечно есть. Но мать его ребята. Не вот такой. Ну блин. Это просто. Ну вы посмотрите на это. Что это такое? Что за детский сад? Какие молнии? Ну что это? Я понимаю еще. Ладно там обычный дым. Типа вот какой-нибудь вот оранжевый. Пожалуйста. Вот включил. Пожалуйста. И потому что это реальность. В реальности такое существует. На шины наносится специальный компонент. Специальная смола. Которая при нагревании вот выделяет такой вот густой дым цветной. Это существует в реальности. Но ребят. Причем тут молнии? Причем тут дым в форме короны? Вы только посмотрите на это убожество. Ну что за детский сад? У нас. Я понимаю что аркада. Ну зачем упускаться до такого уровня? Ну блин. Реально. Это такая тупость. Шины. Ладно. Шины отлично выглядят. Они прекрасные. Это нормальное нововведение. Но дым. Блин. Ребят. Ну это просто зашквар. Я не знаю как это по другому описать. Скажите что вы думаете по этому поводу. Может это я такой вот. Не знаю. Ну ребята. Так не должно быть. Честное слово. Так что по факту минусы как бы закончились. И просто общим минусом можно назвать то что игра по факту и не развивается. Контента как такового добавили немного. А то что добавили либо уже приелся. Либо кому то не нравится. И на самом деле об этом всем говорит сама игра. Чтобы вы понимали ребята. На данный момент игру продают с 70% скидкой. То есть голдовое издание можно купить за 1050 рублей. Это ли не показатель того что игра не оправдала ожидания многих игроков. Где вы видели игру которую продают уже аж через даже года не прошло. Уже с 70% скидкой. И это сейчас только 70% скидка. Я помню еще когда там полгода наверное еще даже не прошло. Уже игра продавалась с 50% скидкой. А сколько уже бесплатных выходных было по The Crew 2. Так что я ребят не знаю. Выскажите свои впечатления от изменений которых коснулась игра. Может я чего то еще не знаю. Потому что я действительно не следил за игрой долгое время. Просто потому что ну я разочаровался в ней. Это одно из моих самых наверное худших приобретений. Не то что за 2018. И вообще наверное за всю мою геймерскую жизнь так сказать. Я пока еще буду продолжать следить за развитием игры. Потому что все таки ну я положительно пытаюсь относиться к этой серии. Потому что мне очень нравилась первая часть. И вторая в принципе не самая ужасная игра на свете. Но реализована она очень плохо. Очень плохо. Ну а на этом все друзья. Подписывайтесь на канал. Ставьте лайки. И не забывайте нажимать на колокольчик. Чтобы не пропускать новые видео. А также стримы. И играйте только в хорошие игры. Всем удачи. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok